Здарова мужики, с вами Панк. Каждый год нам представляют новый айфон. И каждый год со сцены мы слышим, что это революция. Новый айфон нам поможет найти хорошую работу, семью. А владельцы старого ебаный сброд, который не достоин жизни. И вообще годится только для изготовления из них чехольчиков для айфона. Для нового айфона. И каждый год эти долбоебики, которые называют себя техноблогерами, говорят, что опять ничего не изменилось. И говорят, что Аплея уже не торт. А так ли это? Давайте в этом разберемся. Давайте рассмотрим все айфоны, которые выпускала эта подлая конторка. Потому что по-другому называть этих чертей, которые продают провода отдельно, нельзя. Начнем с самого первого айфона. В 2007 году первый айфон был революцией. Тут я уж думаю, никто не будет с этим спорить. Симпиоз технологии дизайна. Никто не ожидал этого в 2007 году. Поместить полноценный компьютер в такую маленькую коробку и задать тренд на дальнейшие десятилетия смогли инженеры компании Apple. В айфоне 3G, по сравнению с первым айфоном, ничего особенно не изменилось. Добавились новые стандарты мобильной связи. Также изменился материал задней крышки на пластику. Ну то есть минорное обновление, которое не тянут на название новой модели. 3GS особо ничем не отличался от 3G. Был увеличен объем оперативки. В четверке конторка разгулялась на изменения. Впервые яблоко решилось на производство своего процессора. Видимо наняли хороших инженеров. И они им склепали Apple A4. Также они решили увеличить плотность пикселей. И таким образом появилась ретина. Добавлена передняя камера. Как бы добавили и добавили. Че бубнить то? Но тут понеслось. Ну и обновили дизайн. Вот именно с этого айфона дизайн стал визитной карточкой этих телефонов. Стал любимцем эскортниц и не только. 4S это минорное обновление. Где были добавлены новые функции, которые смогли кому-то упростить жизнь. Например, Siri. Но этот помощник максимально тупой и глупый. iPhone 5. Опять обновили дизайн и засунули дисплей побольше. Добавили порт Lightning. Ну и 4G. 5S. Тут у нас добавили новый 64-битный процессор. Плюс добавили сопроцессор. Сканер отпечатков пальцев. Ну и добавили новый цвет. Золотой. Специально для цыган. 6.6+. Тут конторка расщедрилась на несколько версий. Обычная и увеличенная. Любители лопат возрадовались. И побежали покупать. Также обновили дизайн. Добавили NFC. И появилась оплата при помощи айфона. А это пиздец как удобно. Ты можешь дома оставить кошелек. Но телефон никогда. А значит без денег не останешься. 6S и 6S+. Появился новый розовый цвет. 3D Touch и Live Photo. 7 и 7+. Лишился миниджека. В 7 плюс добавили две камеры. Добавили защиту от воды и пыли. Изменили принцип кнопки домой. Добавлена новая расцветка. Полированный алюминий. 8 и 8+. Изменен материал задней крышки. Опять вернулись к стеклу. Добавили беспроводную зарядку. Ну и трутон. В десятке все то же самое, что и в 8 и 8+. Но был обновлен дизайн. И добавлен новый дисплей. Который теперь производится по технологии OLED. Face ID и Animoji. 10S и 10S Max. Добавлены две сим-карты. Появление модели с увеличенным экраном. Плюс новые расцветки. Плюс добавление eSIM. iPhone XR. Удешевленная версия 10S. Одна камера, IPS дисплей, разные расцветки. 11 iPhone. Добавление второй камеры, обновленные расцветки. 11 Pro, Pro Max. Добавление третьей камеры, плюс новые расцветки. 12-12 mini. Добавили маленькую версию, новый дизайн, новый тип дисплеев, новые диагонали дисплеев, MagSafe. 12 Pro, Pro Max. Увеличение экрана. LiDAR, Keramik Shield, Retina XDR. 13-13 mini. Уменьшенная челка. 13 Pro, Pro Max. Уменьшенная челка, 120 Гц. 14-14 Plus. Появление новой большой версии, ну и старый процессор. 14 Pro, Pro Max. Новый проц, Dynamic Island, Always On, ну и 48 Мп. 15-ка. USB-C, 48 Мп, Dynamic Island. 15 Pro, Pro Max. Titan. Кнопка действия. USB-C. Сейчас вы прослушали лекцию о том, что же менялось в каждом поколении ИПХОНа. Если посмотреть на весь путь от первого айфона до пятнашки, то мы увидим, что так-то нехуйно он обновился. От простого кирпичика, который просто умел ловить Wi-Fi, до могучего кирпича с тремя камерами, разблокировкой по лицу, ну и огромным дисплеем, на котором можно смотреть не только время, а много всякого интересного. То есть эволюция шла в правильном направлении. Если смотреть от нового поколения к новому, то чаще всего были обычные доработки прошлого поколения. Допустим, с 2G по 3GS не произошло каких-то глобальных изменений, которые могли бы заставить приобрести новое поколение, либо сменить телефон. И так практически всегда. 2-3 поколения можно скипать и не париться о своем айфончике. И поэтому говорить о том, что в пятнашке ничего не изменили, могут владельцы только 14-х. Но для владельцев 11-х или 12-х айфонов, пятнашка может показаться неплохим таким обновлением. И можно подумать об обновлении. Но за 200 тысяч пусть идут нахуй, хотя все равно кто-нибудь купит.